В Санкт-Петербургском государственном университете прошла Всероссийская научно-практическая конференция, традиционные ценности в российском праве. Может ли семья быть субъектом правоотношений? Какие ценности руководят обвиняемым, когда он пытается защитить себя? Эти и другие вопросы обсудили в актовом зале юридического факультета. «Самым активным образом подключились патриаршие комиссии. Есть активность добрая, полезная для нас всех со стороны Министерства юстиции, потому что в работе всех комиссий принимают участие представители Министерства юстиции. Это залог того, что наша работа будет услышана». «Очень важно не только перечислить ценности, но и понимать их содержание. Точка? Нет, запятая. Очень важно одинаково понимать, будет ли это одинаковое понимание». Судебные решения нередко выносятся со ссылкой на толковый словарь. В России их больше сорока. Один и тот же термин может иметь разное содержание, что влияет на решение судьи. Поэтому по поручению правительства сейчас идёт работа над созданием единого нормативного словаря в рамках толкового словаря, который будет готов к сентябрю этого года. «Охрана семьи, воспитание наших самых маленьких граждан в духе любви и к своей стране, уважение друг к другу, значимости, преемственности поколений, осознание незаменимости материнства и отцовства является для нас первостепенной задачей». Работа над правовым закреплением традиционных ценностей ведётся. И первые результаты были достигнуты в декабре прошлого года. Учёные выделили более 400 положений нормативно-правовых актов, которые требуют изменений и дополнений. Больше половины из этих замечаний были озвучены и поддержаны Государственной думой. «Ребёнок, семья – это всё-таки язык, это традиции. В этом случае увеличение количества детей. Всегда говорю, что кто будет говорить на русском языке? Наши дети. Когда мы эти ценности прививаем своим детям, потом прививаем уже взрослым, прививаем уже нашему поколению, скажем так, в этом случае, это наша задача. Почему? Потому что когда в итоге мы получаем такое крепкое общество, которое может уже влиять на весь мир». По словам участников конференции, жизнь человека состоит из определённых норм – правовых, религиозных и норм морали. А закрепление толкований конкретных понятий поможет эффективно разрешать споры. «С одной стороны, здесь большой такой религиозный и моральный аспект, достаточно интересная вещь. И, соответственно, с другой стороны, интересно непосредственно вот это преломление исключительно, не исключительно правового регулирования и так далее. То есть, каким образом вплетается в правовую действительность, в правовое профессиональное осознание ценностей, которые есть». Сформировать пути по выстраиванию ценностей в системе правовых норм в год семьи особенно важно. Однако на этом работа по данному вопросу в рамках одной конференции не окончена. Глубже тему рассмотрят на 12-м Петербургском международном юридическом форуме, который сегодня уже начал свою работу в северной столице. Юлия Виноградова, Нина Токарева, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГУ. Субтитры создавал DimaTorzok